Всем привет, ребята, с вами Букреев, и вот он приперся ко мне персик. Кто-то писал в комментариях, что его давно не было в видео, вот он, смотрите, всё окей. И сегодня у нас видео, которое вы очень любите, смотрите, это просто гора посылок. И гора посылок, прямо вот в прямом смысле слова, посмотрите, какое огромное количество посылок я сегодня получил. И чтобы вы мне не писали в комментариях, откуда у тебя эти посылки, ты чего, вор, или работаешь на таможне. Ребята, это мой проект, бесплатный посредник, уже мы работаем много лет. Люди, которые не умеют заказывать, заказывают с помощью меня. И, в общем-то, не парьтесь про свои заказы, ссылку я оставлю вам под видео. И у нас уже практически 500 отзывов, отзывы тоже можете почитать по ссылке, и все отзывы реальны, можете у каждого человека лично спросить. Давайте открывать эту горущую посылок, гори, гору, гору посылок. Ребята, не обижайтесь, что сегодня видео опять же снимаю до полу, ну потому что просто такая огромная куча посылок не поместится на стол, ну не влезу я. Взял, ребята, я вот эту посылку в руки, увидел вот это, и подумал, нужно начать с этого, смотрите, ну что это за упаковка. Продавец негодяй, ну и потом вспомнил, что есть у нас и второй термометр, это два кухонных приспособления, сегодня начнем с них. Ну что сказать, за упаковку продавцу однозначно большой-большой минус, посмотрите, ну что это за дела, это должно было быть хотя бы в коробочке. Хотя вот эти вот гриль-термометры, как написал продавец, они стоят достаточно дешево, 2,48, по-моему, ссылку я оставлю для вас под видео. И поэтому продавец все-таки решил не тратиться на упаковку. Ну вот что получается, когда продавец все-таки экономит на упаковке, вы видите, да, большая трещина. Ну, если клиент пожелает, то, конечно же, откроем по этому поводу спор, и сейчас я проверю, проверю другие, нет ли таких дефектов на других. Но вот, вот, вот что, вот как он запаковал-то, что он ожидал. Другие вроде бы целые, ничего не погнулось, не потрескалось, но один все-таки сломался, точнее, треснул вот этот вот экранчик, как, блин, стеклышко. Нехорошо, нехорошо, так что продавец такой вот странный, короче, странный запаковал, и за упаковку ему минус. Следующая посылка, это тоже вроде бы как бы кухонный термометр, давайте посмотрим с ним все ли нормально. Ну вот, даже такая просто картоновая дешевая коробка, мне кажется, она может уже спасти ситуацию, то есть здесь она не фирменная, не фирменная, просто коробка, но уже ничего не треснет, скорее всего. Вот такой вот кухонный термометр из нержавеющей стали, на фотках у продавца прямо показано, как он вот так вот окунает в какую-то жидкость, чтобы измерить ее. Еще здесь есть пластиковый наконечник, который вот не нагревается, этот стальной корпус, 9 долларов, ну что, смотрится очень-очень-очень-очень даже солидно, так что рекомендую, продавец хорошо запаковал. Следующая посылка, друзья, из России, не удивляйтесь, мне предложил магазин Stick Shop выбрать немного стикеров и, в общем-то, переслать мне их бесплатно, я вам просто покажу, да, что они мне прислали. Мне понравилось, что у них все разделено по, ой-ой-ой, ой, а в посылке был еще один такой конверт, здесь написано не сгибать, вот Stick Shop, то есть я вам ссылку, оставлю под видео, окей, вы можете сейчас сказать, в чем смысл, в Китае много стикеров, да, вы помните, были вот такие вот стикеры у меня на другом видео, вот я заклеил свой комп, не вопрос, но минус в том, что в Китае не найдешь стикеры по категориям, не найдешь стикеры, которые интересны именно нам, русскоговорящим людям, здесь, ну зайдите, вы посмотрите, все по категориям разбито, очень было мне удобно выбирать, быстренько выбрал. Короче, то, что можно заказать в Stick Shop и найти в Stick Shop, кстати, они, по-моему, под заказ даже делают, в Китае хрен найдешь или будешь по одному стикеру выискивать, наборов классных в Китае нет, вот есть рандомные такие стикеры, да, если вы хотите что-то конкретное увидеть на стикерах, то не получится в Китае это заказать, а это вот местная доставочка, будь неплохо. Ну что, посмотрим, что же мне прислали, кто, угадайте, угадайте, что здесь, то есть это стикеры, вот опять же, по категориям Breaking Bad, стикеры по категориям, такие забавные смайлики, ага, это что, это что, это ребята Игры Престолов, где вы Китай найдете такое, нихрена, поэтому меня отзаманило их предложение, я не отказался от халявных стикеров. Здесь еще стикеры с Игрой Престолов, смотрим, это уже тоже просто, я выбирал рандомно, то, что мне просто понравится. Так, ну вот эти стикеры точно не я выбирал, выбирала, наверное, Полина, короче, какие-то еще забавные стикеры, очень милые милашки, ага, здесь стикеры тоже с едой, то есть видите, разные есть категории забавных стикеров. Так, здесь уже пошли стикеры такие всякие розовые, яркие, с едой, это уже, наверное, точно выбирала Полина, ну, видите, да, то есть, ну, достаточно забавный такой поп-арт, да, недавно узнал это слово, выучил, и такие, ну, блин, вот эти стикеры, я прям хочу вернуться к ним, ладно ещё, ай, вот это, ну, это просто красота, ну, это же просто красота, мне очень нравится, я реально доволен, и без зазрения совесть, оставляю ссылку под видео, и, если нравится, можете там купить. Следующая посылка достаточно странная, хотя у меня что-то подобное уже заказывали, у продавца написано кинеезилогие ленты, эй, что это? Написано чистый хлопок, и одна стоит 21 доллар, примерно, ссылку оставлю под видео, о, ребята, я не знаю, для чего используются такие ленты, у продавца даже не нарисовано, может быть, какие-то травмы там, или ещё что-то заматывают, ну, короче, вот такая хлопковая лента, а может это вообще для шитья, может, я вообще затупила это для шитья, ну, короче, напишите, что это такое, для чего это используется, чтобы я тоже знал. Следующая посылка пришла ко мне быстрой доставкой DHL, как вы меня просили называть, или как правильно, я не знаю, я DHL всю жизнь называл, но DHL, не знаю, как правильно, не важно, смотрите, Repacket, да, то есть, её вскрывали на таможне, и что я вам хочу сказать по поводу DHL, можно, с вашего позволения, буду так называть, мне комфортнее. Если вы боитесь, что вашу посылку проверят, да, вскроют стоимость, посмотрят, то лучше DHL не заказывайте, EMS не так часто смотрят, DHL очень часто смотрят посылки, и была целая проблема с пылесосом Pipe когда-то в своё время, приходилось доказывать, что я там какую-то цену платил, не больше, то есть, они достаточно часто крупненькие посылки вскрывают и могут переоценить. Но конкретно с этим товаром ничего не было такого, и это, ребята, квадрокоптер, вот в такой вот большой коробке, вот такой вот квадрокоптер, раз, два, три, четыре, пять, шесть пропеллеров, я на таком никогда не летал, и вообще, квадрокоптеры не очень люблю, но меня магазин GearWiz практически заставил, говорит, выбирай, выбирай, сделаешь обзор, ну, выбрал, вот прислали бесплатно, ссылку я на него оставлю под видео, давайте посмотрим поближе. Кстати, друзья, у меня иногда есть возможность заказать какие-то товары бесплатно из Китая, да, то есть, мне магазины предлагают, пишите обязательно у меня в сообществе, в моей группе, какие вам товары интересны, прямо там на стенке, в комментариях, пишите там, Данил, закажи то-то или то-то, и если часто будет что-то мелькать, будем устраивать голосование, обязательно заказывать. Скорее всего, мы вообще будем снимать отдельное видео про него, смотрите, ну, смотрится достаточно солидно, не очень тяжелый вместе с упаковкой, не хочу сейчас разворачивать, вот это все откреплять, очень много времени займет, в этом видео все равно мы не успеем на нем полетать, но пока, пока мне очень даже все нравится, все очень хорошо упаковано. Да, ребята, кстати, я хочу вам напомнить, если вы покупаете что-то в Китае, да и не только в Китае, не забывайте использовать мой кэшбэк-сервис ЯМонета, я вам ссылку обязательно оставлю под видео. Мой кэшбэк-сервис позволяет на каждой покупке экономить дополнительный процент, очень, в принципе, комфортно, удобно, приятно получить стабильную скидку. Мы добавили огромное количество магазинов, где можно использовать наш кэшбэк-сервис, и также добавили вывод денег на карточки, и, в общем, много других способов для вывода денег. Короче, если хотите получать дополнительную скидку каждый раз, когда покупаете что-то в Китае, то кэшбэк ЯМонета, мой сервис для вас, ссылочка будет под видео. Здесь очень странный товар, стоимость его 12 долларов, давайте только честно поиграем в очень интересную игру, вы пока не смотрите, что это за товар под видео будет по-любому, ссылка, конечно, но не смотрите, я сейчас вам покажу, вы постарайтесь угадать и напишите в комментариях, о чем вы подумали, что это такое, как это используется, а потом уже посмотрите ссылку, если будет желание, тоже напишите комментарий, угадали вы или нет, давайте посмотрим. Ну что, вот такая вот цельнометаллическая штуковина, холодная, смотрится очень странно, и мне кажется, что непонятно, что это такое, короче, играем в нашу игру, пишите под видео, угадывайте, что это за фиговина. Среди нашей огромной кучи посылок затесались женские товары, ребята, если вам не интересно, не ругайтесь, просто перемотайте на пару минут вперед, ну а мы посмотрим, что из женских товаров сегодня к нам пришло, и откроем эти посылки на раз, два, три. Ох, сегодня у меня дома прямо такие ароматы ванили, вот эта обувь и вот эта сумка, ну прям такие, эх, какой запашок, выветривать нужно будет долго. Эта посылка была сразу же открыта, потому что я по трек-номеру не мог ее найти просто, и она шла без трека, то есть просто по номеру я ее не мог найти. Мне кажется, что после съемок этого видео у меня реально разболится голова. 13 долларов, на вид, на вид ничего, сделано все проклеено, ничего, неплохо, но запах, я не знаю, ребят, китайцы, или пшикайте чем-то, или, я не знаю, проветривайте обувь перед отправкой, Ну вот давно такого не было, реально не было давно, но запах, ну жестокий, реально жестокий запах. Следующая это у нас сумка за 8 долларов, конечно, она тоже имеет запах, но после запаха той обуви практически не чувствуется, а сумки есть, но он выветрится очень. Китайский воздух, ставь лайк, ставь лайк, если ты в теме, если тоже, когда получаешь китайский воздух вместе со своей посылкой, очень-очень радуешься. Ну что, обычная сумка, 8 долларов однозначно стоит выветриться, запах не такой резкий, как мне сразу показалось, наверное, обувь так жестко пахла, а ничего такая, ничего, обычная, простая, 8 долларов, на ощупь приятная, короче, норм сумка. Следующие, ребята, это вот такое сексуальное платье, как написал китайцы, кстати, вот вам еще бонус, да, от продавца, очень часто они пишут хороший отзыв и дают вот какой-то купончик, купончик, ватсап, скайп свой указывают, то есть можно тоже попросить скидочку и так далее. Ну что сказать, запаха вообще никакого стороннего нету, очень насыщенный красный цвет, вот таким вот образом это платье выглядит, не знаю, понятно ли, что это за платье вам по видео, но вот качество у него реально хорошее, оно, кстати, не очень тоненькое, хотя материал не очень приятный, но качественный, смотрите, ага, оно вообще не просвечивается, очень такое, достаточно плотное, то есть не знаю, как в плане такого жаркого-жаркого дня, ну короче, вот такое вот платье, ссылка под видео. Последний жарского, это такой вот купальник 8 долларового стоимость, без трека продавец отправил, за это ему минус, смотрится нормально, яркий, необычный, запаха никакого жесткого стороннего нет. Была у меня в прошлом видео посылка, тоже для гигиены полостерта, я вас спросил, хотите ли вы, чтобы я себе заказал и протестировал. Очень много людей, кстати, написал о том, что да, обязательно закажи и так далее, и сегодня тоже что-то подобное пришло, но более маленькое, за 10 баксов. Вот такая вот маленькая коробочка, смотрите, когда я начал открывать, специально сейчас с вами вместе еще раз откроем, без батарейки, без розетки, то есть, скорее всего, я так понимаю, здесь тоже давлением все это дело прочищается, но вот вручную вы его нагнетаете. Не знаю, насколько эта вещица эффективная, но работает она вот таким вот способом, как я вам сказал, нагнетается все это дело, подкачивается, и потом вот здесь есть кнопочка, я сейчас помолчу и послушаем звук. То есть, в принципе, можно достаточно сильно так вот подкачать, и уже будет давление, и тоже прочищает зубы, но мне кажется, на батарейках или от розетки более эффективное, более интересное, хотя, ну, качает, качает, работает. Раз уже у нас зашла речь о девайсах для ванной комнаты, я предлагаю вам посмотреть на многофункциональный ванная комната, фен, держатель на стенной стойке, полок алюминиевое хранение, организатор, фен. О, стоимость 13 долларов 30 центов, это такое название написал продавец, ребята. Не могу сказать, что мега круто было упаковано, но все пришло целое, не погнулось. У продавца, можете посмотреть, как эта штуковина смотрится, когда собирается стакан, сюда вставляется, эта штучка надевается, и так далее, много тряпочек, фенов, расчесок, мочалок можно вешать. Ну что, в принципе, вещь такая достаточно неплохая, но 13 долларов, не знаю, стоит ли она этих денег, пишите ваше мнение в комментариях. Вы думали, сегодня распаковка обойдется без телефонов, но не тут-то было, Xiaomi Redmi Note 3 и Blue Bo Maya, то есть сегодня два телефона тоже у нас есть. Давайте тоже открою их на раз, два, три. Давайте посмотрим на упаковку и подумаем, какой телефон стоит дороже. Да, эта упаковка, конечно же, намного лучше, но и телефон этот намного бюджетнее. Друзья, начнем с классики, Xiaomi Redmi Note 3, но это уже реально классика. Сколько людей у меня его заказывало, я не пересчитаю вам. И, в принципе, никто не жаловался, сканер отпечатков пальцев, все дела. Если вам нужен реально хороший, надежный телефон из Китая, это или Meizu, или Xiaomi. Да, в принципе, есть огромное количество других хороших фирм, не могу сказать, что плохих. Я сам хожу с китайцем Jiu, как ни странно, хотя он мне не очень-то и устраивает. Но вот Xiaomi, я практически ни одного плохого отзыва не слышал. Да, без вариантов, они тоже могут глючить, их тоже иногда приходится перепрошивать и так далее, но это лучший, как по мне, вариант на китайском рынке. Делать подробный взор, обсуждать что-то в этом телефоне, я не вижу смысла. Это сделали за меня уже миллиард людей на YouTube, да и я уже, думаю, что тоже когда-то делал, наверное, и обзор на этот телефон. Ну и здесь у нас, ай, персик, это перешёл, а собака, посмотри в камеру, помахай всем лапкой. Он меня за это не любит потом. 70 долларов, ребята, смотрите, какой большой экран. Ой, это ё-моё, это ё-моё, посмотри, это Майя, Блюба Майя. Такая вот переливающаяся крышка, ну, не ультрабюджетный телефон, но достаточно бюджетный, 2 гигабайта оперативной памяти, Android 6.0 здесь, в общем-то, 1280 на 720 HD разрешение. 37-мегапиксельная камера передняя, ну, давайте включим, посмотрим. Не очень-то и ровная поверхность, не знаю, с чем это связано, но в других телефонах никогда не замечал. Да, задняя крышка из такого тонкого достаточно пластика, не очень крутая, но хочу отметить, что именно зацеп, кстати, нужно включить телефон, именно зацеп в руке офигенный, то есть вообще не скользит, вот эта ребристая поверхность, она действительно даёт уверенность, уверенность, когда вы держите этот телефон. Ну что, поклацал я его минут 15-20, что хочу сказать, в принципе, неплохо. Опять же, меня всегда удивляют достаточно бюджетные телефоны, 70 долларов, такой большой экран, камера, неплохая, не ужасная камера. Я даже вот могу вам сейчас показать, быстро так фокусирует и делает вполне трезвые снимки. Вот если так вот, знаете, именно на первый взгляд всё достаточно чётко, резко для такой камеры, то есть неплохо. Пишите своё мнение по поводу вот таких вот фирм, да, недостаточно популярных, но, может быть, они заслуживают большего внимания. Единственное, что мне на данный момент показалось странным, видеть эти кнопки, где здесь громкость, а где что. То есть расстояние практически не изменяется. Да, сразу же привыкаешь, но кнопочки одинаковые и маленькое расстояние. Я такой, типа, блокирую, эй, чуть не блокируешься, дружбан. Осталось совсем мало посылок. На этой посылке у меня написано «Для детей». Практически никакого стороннего запаха. Вот такие вот силиконовые ванночки. И, блин, ребят, если честно, мне это больше напоминает форму для запекания. Подождите, я сейчас уточню. Эй, я не знаю, почему я подумал, что это для детей. Затупил, наверное. Ну, в общем, вот такие вот силиконовые формы. Ссылочка будет на них под видео. Пришли в хорошем состоянии. Ещё пришло вот такое вот стёклочка на телефон. Очень прикольная упаковка. Не знаю, видите ли вы. Блин, тренировка прям для глаз. Такая вот голограмма, что ли. Короче, всё мигает, двигается на этой упаковке. Здесь вот такое вот синее стекло. Если честно, я даже не знаю, для какого на устройство. И последняя посылка, ребята, футболки по 6 долларов. Мужские. И здесь их достаточно много. Они все одинаковые, только разной расцветки. Камера немного неправильная. Почему-то передаёт свет. Может быть, немного пересветил кадр. Это такая вот зелёная. Тёмно-зелёная даже, наверное, футболка. Приятное качество. Приятное на ощупь. Целым пакетом продавец отправил. Они одинаковые, просто разного цвета. Но вот на ощупь мне понравилось. Плюс запаха никакого стороннего нет. 6 баксов. Не знаю, может быть, себе даже купить такие футболки. Опять ко мне пригнал Персик. Значит, уже попрощаемся вместе с ним. Ребята, я надеюсь, что вам понравилось это видео. Если понравилось, то поддержите меня. Поставьте лайк. Это будет самая большая благодарность. Если напишите коммент, то вообще цены вам не будет. Все ссылки на все товары, конечно же, я оставляю под видео. Мой проект, бесплатный посредник, тоже под видео. И кэшбэк сервис Ямонета, по традиции, тоже под видео. Персик, как вот сделать, чтобы он помахал лапкой? Помахай. Всем пока.